растите растите мои хорошие растите опа скоро вот так можно будет закручивать а уже можно сейчас закручу еще сейчас опа мне еще рановато рановато пусть растут привет мои золотые конечно усы нормальные конечно же все хорошо меня зовут евгений кузин я являюсь простым смертным который ходит по этой бренной земле который поднимает свои глаза ввысь и видит это голубое небо видит эти тучи видит это солнце видит эту луну и эти звезды и слава богу что все мы это видим ты что-то растишку кушаешь почему растишку куша короче смотрите история значит какая вчера лежу женой и разговариваю на тему инстаграм и говорю сань но вот сейчас огромное количество вот этих блогеров в инстаграм у которых там миллионы выше которые на этом зарабатывают деньги ну вот зарабатывают хорошие деньги нам блять мужикам даже не снилось я говорю саш вот представляешь в один момент вот так просто щелчок происходит бах и нет больше инстаграм и посыпятся все эти супер королевы все эти блогерши придется им вернуться всем там магнит косметик не знаю там свежее мясо там квас магазин 54 лапы зол и стоять за прилавком либо удачно выйти замуж вот я и говорю что в плане удачно выйти замуж ты уже как бы грубо говоря промахнулась промахнулась а вот тут уже как бы где-то согрешила как не фортанула вот и вы знаете и вот она занимается этими начала заниматься этими бьюти боксами своими я понимаю что моя без работы не останется такая пробивная вот небо и и хватку вот это вот я бы наверняка своим тридцать четырем годам уже имел бы очень хороший бизнес доход и вообще мне не думал бы ни о чем все творческие люди они какие-то раздолбай я говорю конкретно за себя ну вот живущие там одним днем максимум там слегка подумывая о том что произойдет завтра вот конечно же учитывая тот момент что мы сейчас ждем ребенка что у меня еще сын растет расслабляться не получается но мать его что это черт побери за жизнь у нас где постоянно нужно выживать каждый день ты просыпаешься с мыслью того где тебе взять денег что ты должен сегодня сделать чтобы не сдохнуть падла с голоду сука когда же расслабиться то можно когда можно лечь на пляже понимаешь пить мохито и рассуждать о великом я скажу вам когда когда он стукнет лет 70 у вас будет пенсионный возраст вас отправят на пенсию вы по здоровью не сможете уже нигде работать потому что вы уже херово видите херово слышите у вас не та хватка понимаете но вряд ли вряд ли многие окажутся на пляже в этом возрасте а будут проживать свою жизнь блять в надежде побыстрее уже умереть чтобы не мучиться и не мучить своих родных и близких ладно не будем о плохом короче жена билана похож нафиг серьезно что кстати я когда был молодым но мне было лет 18 я жил в краснодаре и очень я помню был момент две девочки бежали мне что как прическа была здесь волосы у него как тот момент это было очень модно дожить бы дам пейси сто процентов да а вот и они подбегали ко мне гарри же обил дима дима я такой я не дима я же не они пошел ты нахер тогда ну так как какой-то ужас я кстати до сих пор момент помню да да надо как точно как точно да это точно вот реально вот если задуматься мать твою блять если ты не родился в богатой семье в обеспеченной семье если у тебя нет там влиятельных родственников если у тебя вот но не все же рождаются там схваткой в плане бизнеса схваткой в плане там каких-то технологий до чтобы это все развивать чтобы это все продавать вот я у меня огромное количество моих знакомых которые занимаются бизнесом да и я вот со многими разговариваю и он так скажу что честный правильный прозрачный путь его нет ни у кого ни у кого нет вот они все говорят одно и то же жизнь чтобы сегодня что-то заработать нужно где-то обмануть а вот поэтому просто не немногие люди склонны к тому чтобы там обманывать предавать переступать но такие как я допустим я не могу это наверное связано с моим воспитанием и с моим с моей верой поэтому как то все это может быть это оправдание может быть когда мне в моей жизни хотя были в моей жизни были моменты когда мы не предлагали кое-какие вещи взамен на то чтобы я там кого-то сдал допустим сдавал постоянно вот я отказался и в итоге я сегодня здесь а кто-то там ну ничего страшного так черкасов привет а где черкасов ой кстати андрюха ж поехал андрюх я поздравляю кристину я не знаю когда у нее день рождения либо с прошедшим либо с наступившим либо с наступающим черкасов молодец увез свою женщину в париж она мечтала увидеть париж настоящий мать его мужчина мне вот такого бы мужика бы и может быть это все а короче денег у тебя не будет кузя никогда а ты дрянь а вот и дрянь лохотрон постоянно рекламирует моя золотая что-то я не могу понять доцепилась до меня же не читай комменты про жена я не читаю же привет искал здорово просто у каждого человека свое понятие определенная шучу да нормально олечка я понял не уже вы уже есть у него уже есть здравствуйте у каждого человека определенное понятие о деньгах то есть есть люди которые которым миллиона мало есть тем которым и сто тысяч нормально вот и я не отношусь ни к тем ни к этим если вот когда я жил один один я вообще не в чем не нуждалась я мог прожить на тридцатку вот так вообще просто когда уходил с дома 2 сегодня конечно себе такого позволить не могу вот тут ты прав тебе такого мужа вот сто процентов ведь уже семь раз очерка с утешу галочка что ли 7 раз отправил в инстаграм запроса получение галочки семь раз мне приходит отказ я понять не могу с чем это связано может я черт какой-то не знаю бедолажный не знаю я что происходит братух здорово здорово саня здорово дорогой здорово дорогой привет вы моя любимая семейная пара особенно александра я видел тебя у черкасова эфире ты писала привет вы моя самая любимая пара особенно кристина женя боксы не садовода который саша продает моя золотая нет не садовода не садовода я уже рассказывал эту историю откуда мы берем косметику хорошую у меня есть очень хороший товарищ который работает шереметьево на международных рейсах который занимается всем этим а вот и фуфу фуфло мы не возим вот сашульки легкие спасибо у тебя деньги есть а чё ты хочешь моя золотая ты с какой целью интересуешься галочка есть даже у фриков из дома да да я уже понял привет с грозного привет андрюха я это понял уже мне позавчера самсонов звонил горит ты чё как это это галочки у тебя нет я елки-палки брат потому что я орел вот у меня поэтому нет галочки потому что я орел орлов в инстаграме нету в в инстаграме галочки галчонки мы ребят пробивная саша да да хорошая косметика бабушки рассказываю розочка так я тебе и рассказываю моя ты золотая ты чё там на старости лет вообще что ли звезданулась бабушки рассказываю черкасов ты так любишь своих участников фрики ну конечно любит он же предводитель уже главный у них там после всего от всего шоу которого видите на доме 2 он потом их собирает и дает всем циу рассказывает кто что сегодня должен сделать там кто сегодня должен насрать на стол лопатой сверху дать поэтому говно чтоб разбрызгало что все в веснушках были но это конкурсы там на джек воробья похож вот именно на воробья точно похож а я на а я орел ты понимаешь вы мне то галочка то на воробья похож я орел red bull от окрыляет да классная кепка серьезно на дарю бери 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 носи не хочешь когда саша рожать не знаю родная спроси она же за твоей спиной стоит спроси у нее когда тебе сани рожать вот значит смотрите история сегодня тоже решил я посмотрел как у моей жены эти бьюти-боксы разлетаются я вижу эти огромное количество комментариев положительных и девочки пишут обратную связь спасибо огромное нежда нашу подарочки там кладет иногда некоторым ну кто не особо противные вот решила сделать тоже заняться бьюти-боксами только не боксы у меня будет я не знаю коробку не могу найти где коробочку она маленькие коробочки покупает а я хочу для мужиков меня не поместится в маленькие коробки поэтому я думаю может просто в этом в магните пакет взять и в пакете отправлять а вы там уже девки сами коробки купите привет на российский я подсел у меня два года назад я подсел на мужскую косметику у меня быть у тюбиков и пузырьков тоже очень стало модно много я могу сказать я вижу результат я вижу не сразу конечно но он есть результат есть черкасов же тоже раньше косметикой мужской пользовался я помню как он втирал в голову себе что полосы росли но они выросли просто изнутри внутри под лысиной там растут такая шевелюра ребята мощная мы просто не мрт делали башки я видел а вот похудеть не хочешь нет не хочу а зачем мне худеть а что со мной не так зачем мне худеть для чего худеть для кого худеть кому то что понравится я как за этим не никогда не бежал и не бегу вот у меня есть жена которую полностью устраивают может быть немножко подкачаться ну то есть руки плечи пресс это да а похудеть я просто я вешу 77 килограмм с ростом сто восемьдесят семь сантиметров 77 килограмм куда еще худеть ты чего там так редко публикуешь фото почему ты би жека 73 ну конечно же би конечно же би бессмертный через букву и я вот вопросы мужики задают пол ребенка не знаете нет не знаем высокий высокий уфу у меня кстати люди которые встречают меня они как же к жека мы думали ты намного ниже но они вот так же к жека мы думали ты намного выше а я да я вот такой какой есть они не хераси и груда но такая вот миниатюра а шо с гусем а шо не знаю что с гусем с каким гусем гуси гуси га 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 есть хотите жили у бабуси два веселых гуся застрелили гусю бабусью господи иисусе я не знаю мы не общаемся давно как часто общаешься с нити но сейчас раз в неделю созваниваюсь 1500 человек смотрит тебя хай бог милует все спартанцы ребята давайте организуем какой-то митинг мы думали ты метр с кепкой нет не с кепкой метр без кепки метр семь восемьдесят семь а с кепкой метр девяносто три ваша кепка какую-то саш купила смотри там еще проваливается вон сколько еще место есть что за башка должна быть женя бери пример с гуси вон теперь бизнесмен миллионер не я не буду забирать хлеб чё за это под носом где братан не ругайся матом в моем чате у меня девочки здесь сидят воспитанные все девственницы целомудренные пришел сюда гадости говоришь ты думаешь что ты несешь квартиру купили купили уже ремонт сделали уже переехали уже в туалет ходим там кого ждете саню кого я еще могу ждать прихода жду женщка у тебя сада куда ушла александр бокса отправлять наверное очень хочется тебе узнать кто будет мальчиш нет не хочу я был момент был такой ломка была хотел узнать а потом а потом передумал вот не хочу этого знать короче девчонки пока вас так много собралось тут же реклама поперла значит я веду корпоративы свадьбы мероприятия дни рождения юбилеи похороны рождение детей рождение взрослых и рождение растений блять свадьбы котов потрохушки домашних крыс все могу провести понимаете вашу бабушку через дорогу могу провести мексиканцев через границу могу провести все могу провести пишите в директ папа приедет все устроит все будет чики-пуки иришка чики-пики хали-гали сапоги сандали звоните пишите и пока вас еще так много хочу сказать что я сейчас буду заниматься сейчас мы поедем я возьму два бокса сейчас два соберу один простой бокс все для бритья там ну такое для лица а второй бокс уже с такой с хорошей косметикой тоже там лицо руки ноги гузло чтобы шелковисто было сколько стоит для рукота но смотря какие яйца у него если большие то там по со скидкой если маленькие то по полной как говорится возьмем тула привет потрохушки крыс домашних необычных домашних крыс дома которые такие ну деловые которые знаешь ты заходишь домой она в клетке сидит крыса лапку на лапку так закинула из папирос вот эти крысы ну которых манька вы называете машка там ильяшка узло женька приезжай ко мне на свадьбы японский городовой жень у тебя была кличка в школе клички нет ну кузя меня называли когда был мелким были в казани был а ты в год крысы я до в год крысы родился я в год крысы когда у саши срок какой срок сплюнь идиотина какой срок какой срок адвокат хороший попался отмазали срок горит когда передай привет золотому приз куда передай привет золотому при 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 шиншилку лучше дам у тебя проводка стали как у супруги у тебя проводки проводки женя в ташкент можно можно бокс да конечно можно по всему миру отправлять по всему миру беларусь отправляли кстати недавно привет салтая привет алтай привет алтай короче ждем 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 в понедельник сказали ехать нужно в роддом посмотрим женя мой 50 50-летний я вас мои мои золотые 50 70 80 90 40 дней 9 дней пишите пожалуйста в директ я вам буду там называть цены я буду заходить на вашу страницу в инстаграм смотреть если вы живете в лакшери то цена будет больше если вы бедолаги то я сделаю скидку вот все очень просто если вы такие же бедолаги как я имею ввиду я вам сделаю скидку почему усы красишь почему я не крашу их чего ты взяла ответь мне уже по поводу чего израиль передает вам привет шалом израиль привет казахстану скажите привет казахстан сказал джей рада валерия передает а кузин привет из перми привет началось радио приветов короче понедельник в больницу будем узнавать что там когда мы уже родим потому что уже невозможно уже вот этот ожидание момент он уж уж сильно затянулся женя ты где сейчас не знаю я где сейчас москве у вас двойная будет наверное слишком живот большой долго на квартиру копил да нет задались целью купить квартиру ну где-то наверно год год но не копили откладывали где-то год наверное ну да где то так потом еще на ремонт же потом потому что вы должны понимать если вы берете квартиру без ремонта вот сколько стоит квартира вот столько же вам нужно еще и на ремонт отложить потому что но если вы хотите нормальный ремонт а как твой канал на youtube еще не начал еще не начал 15 точно родится я родила в последний день 42 недель молодец привет бессонная ночь привет и еще не начал канал каждый день писать и беру эту камеру каждый день я ставлю на зарядку ну идиот она заряжена я все равно и заряжаю и вот каждый день говорю себе все с утра проснулся на себя камеру направил и подперли и подперли и подперли и каждый день первая мысль я с утра просыпаюсь сразу в туалет бегу а после туалета вообще выбивает все мысли хорошие и плохие все и все забывается сразу же им привет краснодар родится девочка не знаю очень хотелось бы наверно очень красивая семья достойно спасибо будешь при чё при ты присутствовать народах буду а сколько стоит такая квартира у вас москве ну не знаю зайди поспас посмотри в бей сколько стоит квартира саши и жени в москве какие женские мужские имена тебе нравится ну мужское мне вчера говорил нравится владик женское нравится аврора не пугай бессонными ночами двое детей всегда высыпать да я не а они ничего меня пугать то у меня митя я же митю воспитывал вот на этих ручках он у меня вырос до трех лет а вот чем меня пугать бессонными ночами хороший ты чек же спасибо огромное а если родится пацан расстройщик ну почему я должен расстраиваться нет не расстроюсь не расстроюсь чего нужно расставиться какой бы хотел приехать страну в грецию я хотел бы переехать если переехать только в грецию в афины мне очень нравится греция мне подходит там еда подходит климат мне очень нравятся люди которые там живут они шумные они эмоциональные они открытые ты заходишь в ресторан не как у нас в россии знаете в ресторане все сидят и вот так шушукается чтоб не дай бог кто-то не услышал что она там рассказывает вот про такой хер который вчера ей по лицу вот стучали им а в греции нет ты заходишь все очень громко разговаривать как я сейчас с вами разговариваю так все громко разговаривают поют песни общаются и ты заходишь ты чувствуешь себя все равно как-то так уютно спокойно защищенно несмотря на то что вокруг вот так все громко эмоционально а вот мне лучше вот чтобы было шумно чем вот эти шушукалки это страшные люди понимаете как правило по статистике все маньяки они все вот такие вот знаете вот когда вы не обращали внимание как вот эмоциональный человек эмоциональный такой здоровый постоянно шумит он никогда маньяком не будет понимаете а вот обращали внимание как маньяка не поймают какого-то или людоеда у соседки интервью берут какая бабка выходит и постановит быть такого не может он такой был хороший всегда помогал всегда дверь поможет откроет да вы что маньяк ой сережка добыть вот так постоянно про маньяка как у соседа не спросишь да вы что такой хороший мальчик был всегда здоровался всегда помогал быть не не а он 12 человек сожрал понимаете у него там в банке замариновано в этом в холодильнике 24 ухо лежит понимаете же ответь на вопрос какой вопрос а ты же вопросы задаешь тысяча слов в минуту женя молодец здесь тысяч до 10 тысяч слов в минуту много 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 я в школе кстати лучше всех читал в классе и у меня там было за минуту там же тоже как-то я не помню честно говоря я в своем классе за минуту читал по-моему 7 слов я был лучшим в своем классе пиво пить походу у него монолог почему нет я вас читаю ребят а где ты ну потому что вы пишите а где ты сейчас а какого пола ребенок а имя придумали а где саша а сколько раз ты в день какаешь а покаешь ли ты и с каким по интервалом но одни и те же вопросы ребят поэтому я выхожу в эфир стараюсь что-то от себя рассказывать вот кого ждешь когда саша родит сразу скажешь кто родится вот подавай следующий давай давай вот и мне пишешь у тебя диалог давай вот привет ты солнечно дагестана привет дагестан вот и привет и хуя себе у тебя зрителей владимир ты чё ты чё братан не знаешь мне это же я блять женька страстный локом обожаю тебя что будет делать если дочь будет лесбиянкой ну я не знаю в первую очередь я конечно сделаю все чтобы чтобы ваша встреча не произошла никогда а еще знаешь что буду делать еще наверное номер карточки свои скинь я тебе туда немного денег переведу чтобы ты сходила к психиатру а нет лучше я лучше я пацан ты скажи в каком районе ты живешь я лучше пацанам денег перекину чтобы они тебе по башке дубиной дали так чтобы у тебя мозги на место встали понимаешь вот такие вопросы дебильные не задавала короче три варианта выбирай выбираю тебя три варианта видишь я не кончены не кончены три варианта предлагаю всегда есть выбор на джон депп господи вы дауны какие лесбиянка так тихо лесбиянок не обижать не оскорблять лесбияны лесбиянки в нашей стране имеют право голоса нормальные бабы а девочки а по-хорошему вот по-хорошему давайте разберемся но как мать его в наше время не стать не стать лесбиянкой когда сейчас один мужик гвоздь может забить да в постели нулевой второй может в постели что-то да гвоздь забить не может третий мужик вроде в постели нормальный да гвоздь забивает да падла не работает понимаешь четвертый вид мужиков вроде в постели и гвоздь забьет и вроде что-то зарабатывает понимаешь ну блять алкаш понимаешь а есть пятый вид мужиков который алкаш который Бьет бабу, ничего не зарабатывает В постели нулевой, гвоздь никогда не забьет И его мать его любят До конца жизни, до гроба любят Бабы вот таких, понимаете Слава богу я не такой Я и гвоздь могу забить И достаточно Это тоже до хрена В наше время Знаменитый Женька Гвоздобой Какие дебильные вопросы люди задают А ты все можешь Привет тебе из Тулы Жень Привет Тула Поэтому вот так вот Какие отношения с Митей, как часто общаетесь Раз в неделю общаемся, нормальные отношения с Митей А ты к какому виду относишься Я же сказал, я гвозди забиваю Ну что я не прав что ли, девочки Сейчас в ресторан идешь с мужчиной На первое свидание Раньше ты шел, ты не думал о том, что Заплатят за тебя, не заплатят Ты был Ты шла раньше в ресторан Или в кафе с мужчиной Который не было что-что-то Сейчас идешь в ресторан И думаешь, еб пара СТ Чтоб такое заказать подешевле Чтоб если он соскочит Чтоб мне недорого было Понимаете? Времена ты А в постели ноль Жек 73 Ну ты же мужчина Ты вообще как Ну что с тобой Я понять не могу Ладно бы эта девочка написала Которая-то меня знает Да там Сидит мужик на мотоцикле На аватарке пишет А в постели ты ноль Не знаю, блядь, Сережа Тебе понравилось тогда Ты сказал, это лучшее проникновение было в твоей жизни Пишет он мне Виснет, все нормально уже Ты вообще не меняешься, не стареешь Да, да Звук пропал Быть такого не может Прав на все 100 Но есть шестые Это гей Их сейчас полно У меня нет звука Пропал А вот Нет звука Не гоните Все, я выключил Что выключил Понять не могу Кого я выключил Как нет звука Когда люди ржут Они что, не в себе что ли? Просто так что ли ржут? Есть звук Да, конечно, есть Все, не гоните Эфир сохранил Хорошо, сохранил Поэтому вот так вот, мои дорогие Нулевой двоих детей не делает Маяк Конопля, Татьяна Маяк Ты проницательная, понимаешь? Проницательная К рождению малыша готовы? Так точно Вот девочки делают Смотрите Вот они все делают, девочки, вот такое Это значит, они скрывают все Морщины свои Какие-то недостатки Потому что Все сглаживается Посмотрите Оп Сейчас Оп Сейчас Чистая пидовка Надо убирать То понравится потом Опа, опа Что тут такое? Опа Нифига себе Сейчас, сейчас, сейчас Ребята Настрою Оля-ля О Это что такое? Документальная киног Господи, страшно аж стало Ладно Не моя эта тема Не разбираюсь А, ребят Знаете, что хотел спросить у вас? Вот вы спрашиваете по поводу Моего канала на ютюбе Папа в декрете Скажите мне, пожалуйста Есть ли кто В Москве Монтажер У меня есть Я уже нашел Оператора Со всем видео Со всем звуком Мне нужен монтажер Человек, который Сможет все это монтировать Я вчера скачал программу Для монтажа Ребята Я двухминутный ролик Не смог склеить Не смог порезать Не смог наложить музыку В общем Вы же знаете Женьку Кузину Жили в лесу Молились ко лесу Ничего не могу понять Как там все это работает Есть монтажер? Если есть Напишите, пожалуйста Жень, расскажи пару слов О своем бизнесе Ой, моя золотая Времени не хватит Рассказывать о своем бизнесе Мой бизнес Это мой рот Мой язык Понимаете? Вот это мой бизнес Вот это самое лучшее вложение Вот оно Которое Которое дал мне Господь Бог Поэтому я вам Вам вас обнимаю Я хочу, чтобы у вас был Хороший день Пусть у вас все будет хорошо Если кому-то нужно Что-то провести Пишите в директ Если кому-то нужны Боксы для мужчин А, а вы еще не знаете Что там будет А то я вчера ногти постриг Накидаю туда заусенцев И кутикул И подарите своим мужикам Все, обнимаю Диви Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok